Привет! Сегодня суббота, и я приехал в парк культуры и отдыха немного отдохнуть. Здесь происходят какие-то мероприятия. Вот на меня бежит толпа гигантская. Больше? Больше завтра на тренировку. В 11! Много народу бегает. Интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Второй фестиваль воздушной гимнастики. Вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот тут начинается первая цель моей поездки. Я приехал помочь Наташе, которая привезла девчонок выступать на конкурсе. Ну, а дальше... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настоящая супер-вумер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут проходит конкурс детских на выступлениях на полотнах и на кальце. И вон там наши выступать будут сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выступай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, запись выступлений я здесь целиком выкладывать не буду. Мне нельзя здесь показывать чужую музыку долго. А вам, может быть, неинтересно это будет смотреть. Но если кому-то интересно, переходите по ссылке в описании. Там будут эти номера выступлений целиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот конкурс закончился. Осталось только награждение впереди. Выносим оборудование и отдыхаем. Сегодня в парке проходит много спортивных мероприятий. Вот еще какое-то очень популярное. Смотрите, сколько народу. Я решил снять и показать вам. У нас пройдет большой мастер-класс по стретчингу от Самиры Мустафаевой, которая у вас угостила ягодным летним смузи. Дальше, да, чемпионку России по художественной гимнастике. Чемпионку мира. Давайте поразмышляем вот на такую тему, которая меня, на самом деле, ставит в тупик. Про спорт и здоровье, и красоту. Ну вот, например, вы же все знаете, что античные Олимпийские игры, они проходили на свежем воздухе полным голышом. Там все прыгали. Ну, это было нормально. Быть голым, быть спортивным, это вообще ценилось. Быть красивым, это было самое главное, что в Древней Греции, да вообще, в Древнем мире всегда ценилось это. И в сексуальном плане в Древнем мире все было достаточно спокойно, все было ровно. Это не было какой-то неожиданной вещью. Любили кто кого хотел, достаточно по-бытовому. Вот здесь я ем, вот здесь я сплю, вот здесь я сексом занимаюсь, вот с тем, вот с этим и вот с этой. Ну, в общем, как угодно. Но шло время, люди менялись, мод менялась, стали носить пышные здоровые платья женщины. И как-то так мораль поменялась, что если по платью выглядывать на сантиметр щиколотка, то это сразу все неприлично и вот это все такое. Да и спортом-то толком не занимались. И вот настало наше время, когда произошла сексуальная революция в 50-х годах, да? И что мы видим? У нас теперь две свободы есть. У нас есть спортивные и есть сексуальные. И они как-то не смешиваются. Они стоят породень. Но при этом-то весь спорт, он рождается из сексуальности. Вся акробатика, аэробика, она возникла откуда? Из танца? Танец-то что? Сексуальное привлечение самцов и самок? Да и что далеко ходить? Ведь прямо сейчас у нас на глазах появляется новое направление, в котором и дети участвуют, и девушки, и мужчины, и взрослые. Это танцы на шесте, на кольце, на акробатика различная, на полотнах, на канатах. Если вы вспомните, то лет 10 назад это могло ассоциироваться только со стриптизом. А сегодня это основное детское направление. Самое модное, туда все родители отдают. Потому что пусть обезьянка лазает, зачем весело, она же спортивная девчонка будет. То есть получается, спорт, здоровье пробивают себе дорогу среди вот этой закостеневшей морали. Как так получилось? Почему сегодня мы не настолько развиты духовно и морально по сравнению с людьми, которые жили в древнем мире? Что это означает? Почему мы такие? Разве мы не так развиты? Мы же очень умные все. Как так получилось? Ти побегай, Ти побегай! Сокременье, Закрытие есть мороженое, черного и зеленого. Мне камеру покорми Нам-нам-нам-нам Какое вкусное? Зеленый краситель вкуснее тоже Пойдем, пора поесть Очень ловко получается Я ловко Кто вообще хотел этого? Лето это, да? Кто просил, да? Не знаю, мне плохо, ужас Привет Ну что, вы все уже съели, привет Да Ну, можно еще чуть-чуть Надо понять, хотя искать Тимофея Он на лужниках, я так понимаю Нет, лужники в прошлом году были, а сегодня все в паргольке Мы тоже в прошлом году были в лужниках А он поцеловали наши лужники все-таки Ну, он нам сказал, что он здесь, да Я же написала, что он в паргольке, он сказал, я тоже Я говорю, какое совпадение, мы его уже никак совпали А что он не пьет сейчас? Не совпали, это Moscow City Games Который в прошлом году там, а вопрос здесь До девяти лет три выступала одна призовая, вторая Из юниора до шестнадцати Все три наши медали Одна, правда, без медали, да Ну, она четвертая, собственно Молодцы Молодцы А, ну там еще происходит Там еще сейчас будут всякие старушки вроде меня Может быть, вот у меня тоже приедет еще участница Моя последняя будет Как вот пришла в списки Ну, последним же хорошо выступать А? Последним же хорошо выступать Потому что тебя, судьи, лучше всего заметили Ну, нет Кому как, нет Разные слова, разные слова Вот мне, например, в экзотике Мне нравится последняя выступать Это удачно для меня Колечки не обязательно Когда Судьи смотрят первые выступления Они калибруют тебя Уровень разный Уровень разный Ну да Если ты немножечко В начале или в середине У тебя больше шансов на высокие баллы Чем после всех, кто Точно там были круче тебя И ты вышел последний такти Все, право Народная поддержка в конце лучше Да Да Особенно если много часов в фестивале Все уже так Все ушли уже Да Все Пора есть Давай пойдем Здесь столько прикольного интересного народу Все нарядные, красивые приходят гулять в парк Поэтому я объявляю фотоохоту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От девятых сантиметров Как это? Здесь У нас не влазят ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok А сейчас удивительная рубрика «Фотоохота на хипстеров» Субтитры делал DimaTorzok 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 Существует ровно одно И это оправдание деньги Давайте прямо скажем Такой парк Это редкость Это один из самых крутых Дорогих парков Москвы И люди, которые вы здесь видите Они не на грани бедности И вымирания находятся Они в пирамиде масла Находятся достаточно высоко И не борются за выживание Поэтому человека, который Озабочен как бы его прожить Где бы ему взять денег Вы здесь его просто не встретите Он занят совершенно другими Своими вещами Поэтому как бы странно это не звучало Но спорт и такие вот мероприятия Они помогают тем Кто проблем-то и не испытывает Ладно, что это я о грустном Это все-таки Москва и москвичи И тут, чтобы хотя бы месяц просуществовать Надо иметь две минимальных оплаты труда Чтобы ездить и передвигаться Вообще в этом смысле Россия все больше напоминает Китай Потому что там тоже есть такой Гонконг, Москва И остальной весь мир В котором черт что происходит Но есть и серьезные отличия Дело в том, что в Китае Это производство существует А в России нет Я вот за свою долгую карьеру дизайнера Заметил, что в нашей стране Мало кто что производит Дело в том, что у них приходится Общаться по работе с директорами С руководителями И это обычно про услуги Они, конечно, все прекрасные умные люди Они добились, сделали свой бизнес Но он не производственный Очень мало кто производит Вот реально я могу вспомнить Пять-шесть компаний Которые что-то производили Это не какой-то укор Это вот такая вот статистика Вот так у нас устроен бизнес То есть какая-нибудь мелкая типография У нас еще может существовать А крупная уже все Сразу в Китай Или какое-нибудь производство Которое вот в регионе работает А если на всю страну То все уже не конкурентоспособны Проще заказать за границей Сюда привезти Растаможить там вот эти дела Это прям типовая история такая Что человек решил бизнесом заниматься Считает, что там где дешевле И туда-сюда в итоге оказывается Что проще закупать И превращается в очередного Закупщика из-за границы Вот такая вот у нас реальность Зато вот люди красивые И спортом занимаются В самом центре Наши старцы Какая красота Настал вечер И в парк пришло много народу Стало попрохладней Стало приятнее И мы решили отсюда уйти Пересеневская 6 Вы хочешь за 150 рублей? Да Идем на красный актим Идем Или просто актим Нет, красный актим Можно там пройти поесть А потом оттуда пойти и есть Да, мы давно не ели Мы ели к нам Мы ели такие клёвые бургеры Они прям сочились Вот так текли Просто нереально клёвые Да Какой-то остров, не остров Озеро там Офигенные Я в жизни лучше пока не ела Не знаю даже Между прочим Мне кажется Я недавно был в случайном музеоне Ждал Соню Мы шли на концерт Айги Алексея И я был на набережной Там это очень круто сделано Всё В смысле Этим летом Этим летом Они очень круто У них работают Садовники То есть там очень крутые Эти Ну растения Очень классно А мы были Вот срочно Или как-то В общем, какой-то день рождень Мы там ночью гуляли Среди этих Вот Слышите, а мост Закрыты Ещё Или уже нет Какой Открыт уже Сейчас Рома признался Что он Сходил сегодня В душ Шесть раз Рома, рассказывай Почему ты ходил в душ Шесть раз Дело в том Что в Москве В воздух Наполнен Грязью Черноголовки Вы так часто Не ходите в душ По одной простой причине Сейчас в Черноголодке Отключена горячая вода Только холодная Если бы у вас была Горячая вода Вы бы ходили в Черноголодке Тоже шесть раз в день В такую жару Там нету Такой липкости Как в Москве происходит Безусловно Москва Это ад Я не становлюсь липкий В Москве липко Душно Склизко И ужасно Нет, реально Когда я жил в Москве Я помню Я мылся каждый день Потому что Приходишь домой Вечером И волосы у тебя грязные Да Да А в Черноголодке Так не бывает Ты приходишь домой И пей чистый Если ты спортом не занимался Там вещь не таскал На велике не пигачивай У тебя голова чистая А чего она испачкается Так и есть Нет, это в Москве Где-то будет Где-то будет Ой, какой-то Вы готовы? Мы сейчас даем Максимально 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 Спасибо, Сuba Ну а на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Соловьев. До скорых встреч в следующий раз. Подпишитесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok